Новости на телеканале Север, студия Ольга Русл. Здравствуйте в этом выпуске. Медицинских работников освободят от дежурств на постах эпидконтроля за прибывающими в регион. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса. Профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий с участием детей. Нарьинмар присоединился ко всероссийской акции безопасности дорожного движения. Ненцы или коми-ижемцы. Сотрудники этнокультурного центра вместе с научными исследователями из республики Коми проводят фольклорные этнографические экспедиции по Заполярному району. Об этом и не только. Расскажем в ближайшие 20 минут. Плюс 13 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки. По данным на 24 сентября на лечении с диагнозом COVID-19 находится 156 человек. Из них стационарное лечение получают 40 человек. Амбулаторное – 116. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2219 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2070 человек. Зарегистрировано 43 летальных исхода от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 996 человек. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную рабочую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Жарко, так вот. В свою очередь, руководитель профильного регионального ведомства Елена Левина добавила, что при этом контроль на постах продолжится. Прибывающие в регион, как и прежде, будут получать уведомления о необходимости соблюдения двухнедельной самоизоляции и возможности пройти ПЦР-тестирование в медицинских организациях региона. В завершение штаба согласовали проведение в регионе ряда мероприятий на открытом воздухе. Так, 3 октября в районе озера Безымянное пройдет открытый туристический велокросс «Осенний марафон», посвященный Международному дню туризма. 25 сентября на территории Центра арктического туризма состоится слет первокурсников статус. А на лыжероллерной трассе спортивной школы труд соревнования на лыжероллерах. 26 сентября в районе 8-го километра автодороги Нарьинмар-Красная пройдут соревнования по кроссу по пересеченной местности. В этот же день состоится молодежный велопробег, приуроченный ко дню без автомобиля. 9 октября в Нарьинмаре проведут военно-спортивную игру «Салют». Все решения штаба согласованы с управлением Роспотребнадзора по Ненецкому округу и вступят в силу с момента опубликования новой редакции постановления 12ПГ о введении режима повышенной готовности. Если надо, уколюсь. В Ненецком округе продолжается вакцинация от коронавируса. А для тех, кто укололся, в числе первых ревакцинация. Особенно актуально это для тех, кто планирует продлить лето и отправиться в отпуск в бархатный сезон. Чтобы не прогадать и поставить нужную вакцину, пропуск к зарубежным курортам и отечественному морскому побережью, необходимо изучить вопрос, как, например, герой нашего следующего сюжета. Убежать от осенней хандры поможет небольшой отпуск, решил Виталий. И занялся поиском подходящего тура поближе к морю и солнцу. В ходе поиска выяснилось, чтобы ничто этот отпуск не омрачало, необходимо ревакцинироваться. Тем более срок подошел. Я планирую в отпуск, еще пока не определился, в какое направление. Единственное, я знаю точно, что в каких-то странах вакцину требуют, чтобы человек был вакцинирован. Единственное, что я пока еще сам не определился, какую именно использовать. Тут варианты есть, в принципе, пока не знаю, пока не в курсе. Перечень стран, въехать в которые можно беспрепятственно, с российской вакциной пока невелик. И из всех доступных жителям нашей страны препаратов котируется только двухкомпонентный спутник ВИ. Такие страны, как Египет, Турция, Кипр, предположим, они признают только нашу вакцину спутник ВИ. Причем нужно сделать двухкомпонентную вакцину. И до въезда в страну должно пройти с последней вакцинацией не менее 14 дней. Больше никакие вакцины наши нигде не признаются пока что. Может быть, что-то изменится. А в страны, такие, например, как Мексика и Доминикана, вообще не нужны никакие вакцины. Их просто не проверяют. Например, на Кубу нужно сделать только пациенты, даже независимо от того, есть у тебя вакцины или нет. Тем временем в поликлинике полным ходом идет вакцинация от COVID-19. В штатном режиме в будние дни с 9 утра до часа дня по предварительной записи выходные в порядке живой очереди. Горожане ставят прививки от коронавируса. Вакцинироваться и ревакцинироваться можно любым препаратом, имеющимся в наличии. В обычных условиях прививочная кампания от COVID-19 будет проводиться раз в год. Но сегодня, с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев. Ревакцинация, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, проводится не ранее, через 6 месяцев после вакцинации или после перенесенного заболевания. Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител. Пройти ревакцинацию можно любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в Наринмаре в наличии имеется спутник Ви, два компонента, и новая однокомпонентная вакцина спутник Лайт. Выбрать можно любую из них, причем независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались первый раз. Приходят к нам в поликлинику, записываются предварительно, принимаем пациентов и без записи. Свободные талончики есть, так что пускай приходят. Кроме того, стоит не упускать из внимания, что правила и ограничения, действующие в настоящий момент на различных туристических направлениях, постоянно изменяются. Поэтому непосредственно перед поездкой следует еще раз изучить вопрос на официальных сайтах посольств, министерств и ведомств зарубежных стран. Обратиться в туристические агентства, которые также предоставляют актуальную информацию по эпид-обстановке за рубежом. Ольга Русул, Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 26 сентября в Ненецком автономном округе отмечается День устава. Эта дата закреплена законом округа о праздничных днях и памятных датах Ненецкого автономного округа. Устав Ненецкого округа был принят собранием депутатов Ненецкого автономного округа в сентябре 1995 года. С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году в нашей стране начался новый этап государственной реформы. Основной закон сыграл заметную роль в закреплении демократических преобразований в России и в развитии сферы федеральных отношений. В соответствии с Конституцией Российской Федерации законодательные органы субъектов федерации приступили к созданию своих основных законов. Нам необходимо было точно так же, как Конституция Российской Федерации, для округа необходимо разработать устав, который определял основные полномочия органов государственной власти, представители законодательной и исполнительной власти, но и другие вопросы, в том числе и местное самоуправление. Первая сессия нового избранного законодательного органа Неневского автономного округа начала работу 30 мая 1994 года. А уже на третьей сессии окружного собрания, состоявшейся 19 августа 1994 года, депутаты приняли решение о создании рабочей группы по подготовке устава. Написание текста, документа и его обсуждение депутатами проходило очень активно и продолжалось в несколько этапов до конца года. На очередной сессии собрания депутатов 30 ноября 1994 года устав Ненецкого округа был принят в первом чтении. Он состоял из 12 глав и 75 статей. В окончательном варианте устав Ненецкого автономного округа был принят собранием депутатов в 1995 году. Первопроходцам всегда сложно, но квалификационный состав депутатского корпуса позволило. Такие зубры, как Леонид Иванович Саблин, Литков Иван Егорович, Безруков Евгений, Сандецкий Давид Исакович, Ануфрио Георгий Степанович. Это люди, которые умудрены производственным опытом, жизненным опытом, смогли разработать данный закон, наш устав Ненецкого автономного округа, с которым мы до сих пор живем. С даты принятия устава прошло больше 25 лет. Совершенствовалось федеральное окружное законодательство. Соответствующие изменения вносились и в устав Ненецкого автономного округа. Вместе с тем, сегодня, как и более четверти века назад, в основном законе округа насчитывается 12 глав, названия которых практически не претерпели изменений. 23 сентября сотрудники информационных подразделений ОМВД России отметили свой профессиональный праздник. В Ненецком округе в составе службы трудится 5 человек, а тех, кто находится в эпицентре событий, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Ольга Торопова уже 16 лет трудится специалистом информационного центра. Пришла в профессию осознанно и сразу влилась в рабочий ритм. Ольга застала в то время, когда информацию автоматизировали. Приходилось все заносить вручную. Благодаря автоматизации информационных систем сотрудники оперативных подразделений имеют возможность получать информацию ежесуточно. Разыскиваются преступники на основании поступивших информации. Также имеются системы, с помощью которых можно опознать неопознанные трупы, которые способствуют в раскрытии преступлений. Работу полиции невозможно представить без использования различных криминалистических, розыскных, оперативно-справочных, статистических и иных учетов. От их полноты, достоверности, оперативности получения во многом зависит качество работы по раскрытию и профилактике преступлений. Информационный центр можно без преувеличения назвать одной из важнейших служб Министерства внутренних дел. Благодаря вот этой обработке как раз вся информация аккумулируется, она аккумулируется в базах, в региональных и федеральных базах. И благодаря этому оперативные сотрудники имеют доступ к этой базе и могут посмотреть номер, допустим, номер телефона, могут посмотреть имейт телефона, могут посмотреть реквизиты какого-то, скажем, имущества потерянного, потому что номерные вещи тоже мы аккумулируем. Новая информационно-технологическая платформа «Интегрированный банк данных федерального уровня» была создана в 2000-х годах. В настоящее время эксплуатируется свыше 30 централизованных информационных систем и подсистем, которые модернизируются параллельно с развитием IT-технологий. На сегодняшний момент информационный центр имеет в своем распоряжении более 30 автоматизированных баз. На современном этапе продолжается развитие данной деятельности. Последнее время, последнее направление развития – это биометрическая характеристика человека и использование искусственного интеллекта. Можно смело сказать, что информационные центры – наиболее наукоемкие подразделения органов внутренних дел. Разрешите поздравить всех ветеранов службы, действующих сотрудников с этим знаменательным праздником. Количество раскрытых преступлений показывает, что роль информационных подразделений растет с каждым годом. В свою очередь, телеканал «Север» присоединяется к поздравлениям с профессиональным праздником всех причастных. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий с участием детей. Наринмар присоединился ко всероссийской акции безопасности дорожного движения, которая ежегодно проходит в начале учебного года. Слово Александре Литковой. Эстафеты, конкурсы и викторины, с помощью которых легко и непринужденно школьникам напомнили о правилах дорожного движения. Особое внимание ребят приковано к выставке служебного транспорта госавтоинспекции. От желающих посидеть в патрульном автомобиле или мотоцикле нет отбоя. Тот КамАЗ, там очень интересные кабины, там есть даже холодильник. И там кабины как в плацкарте. Посидела в машине, там очень круто и можно издавать звук. На мотоцикле типа покаталась. Мне очень понравилось. Большой популярностью в этот день пользовалась не только техника, но и специальные средства и оборудование. Дети активно подходят, интересуются, интересует их, как работает это, для чего это предназначено. То есть, довольно-таки заинтересованы наши детишки. С точки зрения полиции данные мероприятия считаем эффективны. В том плане, что тут проводится проверка знаний правил дорожного движения детей. Правилам дорожного движения детей начинают обучать еще в детском саду. Поэтому в школе все ребята знают их на отлично. Ну, например, надо с велосипеда слезать, чтобы перейти дорогу. И не надо бегать, когда переходим дорогу. Нельзя играть возле дороги с мячами, и чтобы он не улетел. И не надо стоять рядышком, чтобы машина не подумала, что ты хочешь перейти дорогу. И всегда надо стараться на роликах не переезжать дороги. Безопасности детей на дорогах уделяется особое внимание. С начала этого года в Ненецком округе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате которых пострадали три ребенка. Вопрос безопасности дорожного движения на дорогах детей стоит очень остро. А в преддверии начала учебного года мы решили провести и в рамках недели безопасности всероссийской, которая проходит с 20 по 24, Госавтоинспекция Ненецкого автономного округа организовала мероприятие. ПДД от А до Я знает вся моя семья. Для того, чтобы дети нашего округа наглядно посмотрели, какие необходимо соблюдать правила дорожного движения. В мероприятии принял участие глава региона Юрий Бездудный. Он дал старт эстафете и вместе с детьми познакомился с выставкой автотехники. Вы пока еще пешеходы, многие из вас велосипедисты, но все вы являетесь участниками дорожного движения. И, конечно, вы должны знать правила дорожного движения. Я желаю вам узнать сегодня много нового и интересного. И, конечно же, знать правила дорожного движения. По итогам акции все ребята получили не только знания, но и сладкие призы. Александра Литкова, Катрина Тайбарей, Владислав Носткин, Телеканал Север. Ненцы или коми-ижемцы? Именно над этим вопросом работает программа развития Ненецкого автономного округа. Сотрудники этнокультурного центра вместе с научными исследователями из Республики Коми проводят фольклорные этнографические экспедиции по Заполярному району. Об итогах работы расскажет Василий Хатанзейский. С 2014 года этнографы объехали не одно сельское поселение. Встречались с местными старожилами, которые рассказывали о жизни и обычаях коми-народа. Нас интересовали вопросы, связанные с традиционной духовной культурой. Прежде всего, это так называемая устная история, связанная с их родами. Каким образом их предки, дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки оказались в этой тундре. В нашем регионе часть населения составляют ненцы, предки которых раньше жили на территории современной коми-республики. Это именно то население, которое переняло обычаи коми-ижемского народа. Они себя идентифицируют как ненцы. И вот это сложный такой феномен, который, наверное, долго еще над этим будут говорить исследователи и ученые. Долго делить этот народ, это ненцы или коми. Но нам важно было посмотреть изнутри, как люди сами рассказывают о себе, о своих родственниках, и как они себя в настоящее время презентуют. Исследовательская группа, собирая информацию по маленьким кусочкам, выстраивали последовательность обычаев и бытия. Как изменялся коми-ижемский народ с середины 18 века, каждые 50 лет до настоящего времени. Нам важно было посмотреть быт оленеводов изнутри, найти артефакты, связанные с этой культурой, сфотографировать праздничные пимы, малиться, узнать мнение самих жителей, чем отличаются коми, одежда от ненецкой, чум у разных народов. И таким образом мы пытались узнать, что, собственно, сами информанты говорят о своей культуре. По итогам этнографической экспедиции будут созданы очерки по истории материальной и духовной культуре коми-ижемского народа, проживающего на территории Ненецкого округа. Сейчас учеными совместно с сотрудниками этнокультурного центра уже создана одна книга, написанная по материалам поездок. Очень много записано материалов по различной тематике. Это и обрядовая культура, это материальная культура, это и игры, и детский фольклор, и песенный фольклор. И у нас издана уже книга «Фольклор коми-ижемцев Ненецкого автономного округа». И вот по этим материалам, которые уже собраны, будут издаваться следующие издания. В планах у исследователей посетить в следующем году село Ома, после чего вся собранная информация будет обработана и организована в единый сборник очерков, по которым уже будут работать местные учреждения культуры и образования для сохранения традиций. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И снова здравствуйте. Под этим лозунгом пройдет ежегодное открытие творческого сезона. Уже 25 сентября коллективы Дворца культуры Арктика представят свои номера перед зрителями. В этот раз в связи с введенными противоэпидемическими ограничениями открытие творческого сезона пройдет в режиме онлайн. Площадкой для трансляции концерта выбран Ютуб. Для зрителей будут представлены творческие новинки абсолютно бесплатно. Коллективы в этот раз подготовили исключительно новые номера. Это была принципиальная позиция для подготовки к этому мероприятию. То есть именно для того, чтобы 25 сентября показать зрителю только самые новые и самые свежие коллективы, работали весь межсезонный период, то есть все лето. Трансляцию концерта по случаю открытия 77 творческого сезона пройдет 25 сентября в 18 часов на канале ДК Арктика в медиапространстве Ютуб. Более подробную информацию о мероприятиях можно найти на официальных страницах Дворца культуры в социальных сетях. На этом у меня все. Далее прогноз погоды и спонсор прогноза погоды – сервис заказа Автоавтолига. Продолжение следует...